Церковь не молчит, церковь отвечает. Мы, люди церкви, каждый день реагируем на вызовы, которые преподносят нам мир. Реагируем молитвой, словом, делом. Наша реакция. Масленичная неделя у нас в разгаре, и все эти дни мы с увлечением печем блины, ходим друг к другу в гости и радуемся наступлению скорой весны. Однако мало кто вспоминает, что по церковному календарю это еще и неделя о страшном суде. И у церкви есть свой взгляд на эти дни в преддверии Великого Поста. Как же нам подготовить себя к посту, чтобы не было мучительно больно за слишком уж широко отмеченную масленицу? Давайте, дорогие друзья, попробуем сегодня прямо в нашей студии настроиться на правильный масленичный лад и взглянуть на эти дни, которые мы сегодня проживаем, в контексте церковного взгляда. Отец Григорий, как же совместить и веселье, и разгульность, неизбежную для этих дней, и в то же время внутреннюю подготовку на Великий Пост? Как вы это делаете? Расскажите. Ну, нам часто приходится совмещать какие-то малосовместимые вещи. Господь Евангелие нам говорит, будьте просто как голуби и хитры, как змеи. То есть, казалось бы, несовместимые вещи, но в жизни приходится совмещать. И вот сырная седмица, как она называется в церковном календаре, масленица, это действительно пример того, что нам как-то надо какую-то двоякую позицию занимать. С одной стороны, народные отношения к этим дням – это карнавал, это время, когда мы празднуем, гуляем, веселимся, вот перед постом не упустить последние возможности, вот весело, задорно провести эти дни, побывать в гостях, съесть что-нибудь вкусненькое, блины особенно. Но с другой стороны, устав церковный, он совершенно другое отношение предполагает к этим дням. Это уже, можно сказать, полупост, это уже преддверие поста. В эти дни, в течение всей седмицы, мы уже не едим мясных продуктов, уже не служится в среду и пятницу литургия, так как постом не будет служиться. То есть, уже отголоски поста уже не слышим. Да, уже совершается благослужение в среду, в пятницу, почти такое же, как оно будет совершаться великим постом. То есть, мы, вообще-то говоря, уже должны готовиться к посту. Но я думаю, что нам и нужно тут как-то и то, и другое совместить. Конечно, и пойти в гости, это очень здорово, когда у нас есть какое-то хорошее дружеское общение. Мы братья, мы сёстры, люди верующие. В тёще и на блины тоже нужно не забыть заглянуть. Это же давняя у нас такая традиция. Виктория, а вам удаётся этот баланс во время этой недели каждый год в себе удерживать? Стараюсь, да. И мне очень нравится, что как раз Масленица заканчивается прощённым воскресеньем. И у меня была ситуация в жизни, когда я узнала, что такое прощённое воскресенье. Я должна была ехать на Евровидение. И получилось так, что не смогла поехать. И я позвонила батюшке накануне, вся в слезах. Я говорю, ну как же, я должна представлять Россию. А он говорит, а тебе даёт возможность спеть? Я говорю, да, в прямом эфире. Он говорит, выйди, попроси у всех прощения и спой. Вот тогда я запомнила и Масленицу, и прощённое воскресенье. Такое знаковое было в моей судьбе мероприятие. Потом я сделала большой праздник. Но я думаю, что самое вот в понедельник, её же всю неделю гуляют в Масленицу, празднуют. В понедельник первый блин отдаётся именно бедным людям. Милосердие. Такой вот знак. И, конечно же, мы спасаемся все только добрыми делами. Вот мне каждый день льётся поток, поток просьб. Помогите, помогите. Эти люди болеют. Вот сейчас вот пришло сообщение, что в Владимирской области делают дом для детей, инвалидов. И они уже на 70% сделали его город Карабаново. И там, значит, имени, они делают церковь. И там же будет как бы революционный центр для детей. ДЦП, аутисты, поиски святогорцы. Поэтому помогать можно всегда. И вот Масленицу, например, даже выкладывая свои посты в Инстаграме, я говорю, люди, не забывайте. Вы это блины покушайте, но есть те, кому надо помочь. С кем надо поделиться. Ну вот, милосердие, это вообще одна из важнейших тем вообще Великого Поста. И готовить к посту, в том числе и на Масленице, это прямо очень здорово. Только отдавать, конечно, надо не тот первый блин, который комом, а тот, который хороший получился. Даже есть такой подход на тебе, Боже, что она не Боже, не Ближная. Да, 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 потому что не Луна. Наоборот, поделись чем-то хорошим, нужным. Пусть это тебе будет даже немножко жалко и трудно отдать. Но это самая какая правильная жертва и правильная подготовка к посту. Антон, а скажите, пожалуйста, а вы знали про то, что блинами надо делиться? Вы делитесь с людьми, с задуждающимися огромным количеством блинов, которые наверняка вы печете каждую масленицу? Я в любом случае много пеку. Я всегда стараюсь на Масленице собирать вокруг себя знакомых, друзей, чтобы просто хотя бы поделиться этим прекрасным обычаем печенья, поедания блинов. Ведь, по сути, это одна из многогранных наших уникальных традиций. Их довольно много. Они малоизвестны. Мы как-то чуть-чуть их забыли, но вот эта вот Масленичная неделя с блинами, с гуляниями, такое вот прощание разгульное перед Великим постом, тем не менее... Знаете, я вот тоже сужу по социальным сетям. У нас как-то очень модно стало в последнее время, знаете, панкейки печь. А вот блины наши русские традиции... Панкейки. Представляете, какое слово? А, по-русски-то они... Оладушки, оладушки, конечно. Все пекут именно эти панкейки, да. А вот блины-то наши традиционные почти никто не делает. Только на Масленице. Блины более трудоемкие. Да? Их сложнее делать, правда? Есть блины, есть блинцы. Блинцы – это, по сути, мука, масло, яйца, молоко. А блины – это все-таки дрожжевая история. То есть нужно поставить опару, дать подняться. И, соответственно, это требует где-то трех часов. Ну, просто время, чтобы они поднялись, и, соответственно, какое-то время, чтобы их напечь. Души требуют души. Ну, вот мы, Виктория, без дрожжей делаем. Мы еще поговорим про рецепты. Неизбежно, как мы можем это возможность упустить. Василий Игоревич, а вас не коробят панкейки? Нет, панкейки. Давайте я хочу блина вернуться. Да, да, да. Ведь Пасха, то есть, прошу прощения, Масленица – это гениальное воцерковление языческого праздника. И, конечно же, как ни странно, мы забыли одну очень серьезную языческую традицию. Она, очень ее нужно всегда помнить именно для православного понимания Масленицы. Что такое, блин? Классический, ну, какой-то стереотип у всех, это как бы символ Солнца. Вот какой-то такой набор странных мифологем. Хотя все мы сталкиваемся, что когда мы сидим за поминками, у нас есть поминальные блины. Так вот, вообще, праздник плодородия – это всегда в память о предках. И церковь нас гениально готовит к тому же, потому что Великий Пост – это усиленная молитва за твоих предков. За усовцев. В родительских суббот. И поэтому блин, блин, вот лишний раз, как бы даже поедание блинов – это лишний раз помнить о своих предках. Помнить о том, о ком ты обязан молиться. Это говорите, у меня аж мурашки идут. Это действительно так и есть. Конечно же. А здесь еще тоже потрясающий момент. Мы вспомнили с вами четверг тещины блины, и мы вспомнили с вами прощенные воскресенья. Давайте опять соединим, но это же тоже очевидные вещи. Сколько у нас анекдотов всегда есть про тещи, правильно, Айтина Григорьевна? К сожалению, у тебя анекдоты очень часто, так сказать, корнями уходят в жизнь. Действительно, отношения часто с волосы. Да, и поэтому прощение надо начинать. В том пределах, почему эта тещина, потому что действительно широкая масленица, она начинается с четверга. Вот ты на самом деле делаешь поступок. Это не просто даже сказать там смс-ку. Это тоже мудрость гениальная к тещине блины. Это надо пойти, понимаете, с ней надо общаться. В золовке там. Слови себя, да, смотри себя и по тещи. Совершенно точно. Прощенные выпеки начинают с четверга. Собственно, наверное, масленица самая яркая иллюстрация у нас в нашем церковном галендаре, сочетание языческих традиций, их воцерковление, да, вот христианизация языческих традиций. Что же у нас сегодня происходит с нашим обществом, с общественным сознанием? Давайте посмотрим данные недавнего опроса в ЦИОМ. Большинство россиян, 88%, то есть это, ну, больше некуда, казалось бы, да, будут есть блины на масляницу, так или иначе будут ее отмечать. Между тем, просить прощения в прощенное воскресенье собирается 83%, что, в общем-то, тоже немало. Хороший. Хороший. А после этой передачи в 2,84 с половиной будет. Но, есть еще и но, дорогие друзья, соблюдать Великий пост при этом готовы только 11% россиян. О чем нам это говорит и на какие выводы нас это может навести? Давайте сейчас мы уйдем на паузу, после нее вернемся и попробуем на эту тему поразмышлять в студии реакции. Широкая масляница разворачивается все шире и шире с каждым днем. Мы сегодня в студии реакции говорим о том, как же нам правильно ее отмечать, обмениваемся рецептами блинов, ну и рассуждаем о том, а в каком же все-таки мы живем сегодня в обществе, в языческом или в православном? Мы только что увидели данные опросов, масляницу попраздновать все готовы, а вот попаститься уже далеко не все. Вас это не смущает, отец Григорий? Ну, очень хорошая цифра, которую вы назвали, что почти столько же людей, если не больше, сколько готовы праздновать масляницу, хотят праздновать масляницу, готовы просить друг у друга прощения. Это очень важно, потому что с этого начинается христианская жизнь. А вот что касается Великого поста, цифры гораздо меньше. Мне кажется, это потому, что люди очень строго к себе относятся. Люди говорят, ну если я не могу там сухоедение, там вообще по всей строгости устава воздерживаться от тех или иных видов продуктов, значит я не соблюдаю Великий пост. Это не совсем верно, потому что Великий пост это не только воздержание от продуктов, но это еще много всего другого. Побольше побывать в храме, а все-таки многие люди помнят, что Великий пост, и в эти дни стараются прийти в храм. Я вот как настоятель вижу, что у нас там в два-три раза больше людей бывает на службах в Дни Великого поста, чем в другое время года. Пост это побольше помолиться дома. Если не всегда получается почитать все правила, ну вот в эти дни хотя бы откройте умолетослов, почитайте. Пост это дела милосердия, о которых мы уже говорили. В древности тут такая достаточно простая арифметика была. Люди воздерживались верующие от мясных продуктов, от молочных продуктов, экономили какие-то средства. И эти средства использовались для того, чтобы помогать нуждающимся, помогать нищим, заниматься делами милосердия. И это все тоже можно делать. Поэтому те, сколько там получается, 80 процентов, 89... 88 процентов у нас масленностью празднуют, едят блины. 83, вот как сказала Виктория, 84, может быть даже теперь будут, просят прощения на прощенное воскресенье. Кстати, как раз, по-моему, это воскресенье, это такой, знаете, тумблер, который нас уже точно переключает на пост. А как правильно просить прощения? Как вы относитесь к многочисленным смс-кам, ватсап, вот этим вот пересылкам, которые на нас валятся валом в этот день? Стоит ли к этому относиться, со скепсисом, может быть, отвечать, не отвечать? Вы отвечаете обычно? Ну, мне кажется, это посыл каждого конкретного человека. Если он искренен, он, наверное, настоящий, он трогает. Вот я сама веду свой инстаграм, и я вижу, как многие люди действительно искренне радуются. И у меня бывают моменты, там, какой-то грусти, что-то не получилось, усталости. Я получаю какое-то сообщение, и оно мне доставляет радость. Понимаете, ну, если сказано доброе слово, как говорят, и кошке приятно, понимаете? Поэтому сегодня мы живем в этом мире, и если люди просто даже об этом думают, и делают такой посыл, это уже хорошо. А вот про масленицу я еще хотела сказать. Это же вообще бренд России, это великий карнавал. И это действительно можно сделать экономически выгодным для России. Если бы к нам приезжали люди во время празднований карнавала, ведь, допустим, в Бразилии, они огромный бюджет, деньги приносят. И нам есть что показать. В Венеции с их карнавалом. Да, и эта вот традиция у нас в каждом городе, везде это все происходит. Вот нам ставил постановку Гедмина Старанда, у меня были народные артисты во время масленицы. Вот, и полный зал был людей, полный зал студентов, спортсменов. Понимаете, это такое единение. Вы поддерживаете, Василий Ильич? И на самом деле кузнецы, ремесла, все поддерживается. Это просто шикарная, на самом деле, идея. Почему ее у нас до сих пор не реализовали? Знаете, дайте я вот чуть-чуть с другой стороны. Тем более, я вот, я помню некоторые песни, вот я сразу сделаю комплимент Виктории, которые они прекрасно выражали, там просто, если говорить, вот, а дух масленицы, а кто? А, вот Вика Цыганова. Да, мы сегодня еще услышим. Вот, совершенно точно. Ну вот песни. Но вот здесь я немного... Поспорить. Да, поспорим. Потому что мы вообще в уникальнейшей позиции. Потому что если посмотреть на тот же венецианский карнавал, ведь его-то впервые, где-то в конце 11 века начали праздновать, и постепенно в нем антихристианское содержание, оно стало превалировать. Да, да, конечно. И сейчас это такая очень мощный, действительно, тренд. Анти-христианское содержание? Безусловно, безусловно. Если коротко вы нам скажите, какое там антихристианское содержание? Ну, вы представляете... Такая бесовщина там. Вот, конечно. Всякое разное. Да, самое интересное даже, вы знаете, очень интересное даже толкование. Вот слово, как к слову карнавал. С одной стороны переводят карнавал, отказ от мяса, а другой переводят, как ладья изиды. Вот, ладья изиды, ну, я не буду сейчас вдаваться. Еще и ладья, то есть прямо как раз к Венеции напрямую это все к ее кондоматность. Да, и самое интересное даже маски, они отнюдь не сразу появились, понимаете. Вот этот момент, и там это достаточно уже давно это сложилось. То же самое произошло и вообще-то в Бразилии. Вот, там, опять же, антихристианское содержание, причем люди сознательно, вот, когда вот выстраивали вот эту, прошу прощения за слово, штуковину, вот, они понимали, что они делали. И это тоже очень, ну, классическая ситуация. А что, мы не можем сделать все-таки какие-то нормальные, здоровые русские традиции поднять в таком карнавале? Так у нас свое мы стоим. Конечно. Я чувствую, нам помогут что-то такое, вот, 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 вот просто боюсь, понимаете. Хотя, я еще раз повторяю, что... Да нет, из веков это все сохранилось, и в наших генах это живет и работает. Ну, кажется, да. И он как раз плавно выходит, вот, это все язычество вливается в христианство, оно подхматывается этим. Нет, если мы, оно у нас гениальная масленица, вот, еще раз повторяю, гениальная. Если мы начнем приглашать сюда гостей, понимаете ли, то под гостей, увы, волей-неволей, мы начнем слегка прогибаться. И появится то содержание в масле, которое сейчас, вот, очень органично присутствует. Ну, я чувствую, что Антон наверняка поддержит идею популяризации русских блинов, чтобы в каждом ресторане мира, как сегодня везде можно гамбургеры съесть, да, или хот-доги, чтобы можно было так же точно съесть русский блин. Кстати, отнюдь, я скорее поддержу то, чтобы в каждом подъезде, в каждой квартире, в каждом доме в нашей стране, начиная с пенедельника, сырной недели, пахло блинами. Вот это правильная традиция. Вот это блинная сковородка, мне хочется сказать. Это важно, это важно. На самом деле, чем она более неказистая, чугунная, тем она лучше. Кстати, сегодня у нас в студии пахнет блинами, да, это просто мы готовы с вами поделиться, друзья. И традиция, она заключается не в том, что мы едим в ресторане, а в том, что мы делаем дома. Часто спрашивают, а вот есть ли вообще русская кухня? И вот этот запах блинов, потому что я его ощущаю вот уже который день у себя дома в подъезде, когда я захожу, люди пекут. Это значит, что пока пахнет блинами, русская кухня есть, потому что это, по сути, наш некий такой генный код, наш культурный код абсолютно уникальный, который мы передаем из поколения в поколение. С бабушкиными пирожками, с мамиными блинами, даже с тем же кошмарным салатом селедка под шубой. Но, тем не менее, это действительно наша кулинарная особенность. Это наша кулинарная традиция, это русская кухня. Да, конечно, многое потеряно, многое забыто, но есть куча нарратива, есть куча книг, по которым все это можно не просто восстанавливать, а осознавать, готовить, в конце концов. Мне очень нравится пример с киселем. На мастер-классах я часто готовлю овсяный кисель, особенно детских мастер-классов. Это очень сложная же история, овсяный кисель правильный сделать. Очень простая, если его заквасить лимонным соком. И детишки, которыми я это делаю, сначала морсятся, что это сопли, что это неинтересно, что это некрасиво. Но еще ни разу у меня не оставалось ни капельки этого киселя. В общем, даешь русский дух в каждом подъезде, чтобы блинами пахнет. Мне кажется, дорогие друзья, что русский дух блинами пахнет. Если мы... Вот вывод нашего сегодняшнего разговора, один из выводов, что на этой неделе каждый обязан будет сделать блины собственноручно. По крайней мере, это касается женщины, хотя я их уж точно, если вы этого не сделаете. К отцу Григорию все на исповеди. После паузы продолжим разговаривать. Как правильно проводить масляничную неделю? Конечно же, такой разговор в студии реакции просто не может обойтись без обсуждения рецепта блинов от нашего повара Антона Прокофьева. Антон, дайте нам, пожалуйста, вот знаете, такой вот простой, понятный рецепт блинов, который может сделать любая занятая хозяйка сегодня. Если мы говорим про классические дрожжевые блины, а ведь, по сути, они, как у Антона Павла Чехова, должны быть ноздреватые, мягкие, как плечо купеческой дочки, то вот рецепт, на самом деле, довольно прост. Потребуется мука и молоко в соотношении один к одному примерно, то есть килограмм муки и где-то литр-литр-двести молока. Тут надо уже на глаз смотреть. Мука любая или там миндальная, пшеничная? Пшеничная, пшеничная. Конечно, мы говорим про пшеничную. Пшеничная. Блины бывают и овсяные, и грешневые, и пшеничные. Грешневые, грешневые, да. И пшеничные. То есть все зависит от того, что мы хотим сделать. Блины бывают обычные красные, и бывают царские, то есть с большим количеством сдобы, а именно взбитых сливок, масла. Но мы говорим про самые простые блины. А что сегодня у нас в студии? У нас обычные пшеничные блины. Так, мы попробуем их. Безусловно. Друзья, простите, у нас вечерний выпуск программы, мы, в общем, вините нас в ваших лишних килограммах. На завтрашнее утро, да. Это хорошая традиция. Итак, нам потребуется килограмм муки, литр масла, пять яиц, немного сахара, 100 грамм сливочного масла. Сливочного масла. И пачка дрожжей сухих. Что-нибудь кардамончик там, ванильчик. Нет, нет, абсолютно нет. Это блины не десертные, а история абсолютно. В половине муки и молока растворяем подогретого молока, растворяем дрожжи, добавляем сахар, щепотку соли и ставим где-то на 40 минут опару. Она должна подняться. Потом вводим остаток молока растопленное, сливочное масло, муку, все это размешиваем до однородности, добавляем остаток сахара и желтки. Последним штрихом вводим туда взбитые белки. Взбитые белки дадут блинам пышность. Пышность. Как плечо, купеческая дочка. Слегка перемешав сверху вниз, чтобы не разбить вот эти вот самые пышные взбитые белки, начинаем печь блины. Потребуется для этого хорошая блинная чугунная сковородка. Стираем слюни. Пожалуйста, давайте нам попробовать. Давайте. Вот когда мы читаем какие-то рецепты, пока мы не приготовили это блюдо по этому рецепту, ну это довольно бессмысленный текст. Взять столько-то, столько-то, перемешать. Смысл в том, чтобы приготовить. И так вот и в духовной жизни, когда мы читаем, ну даже Евангелие, тем более святоотические сочинения, не все понятно, не все кажется интересным даже, пока мы не научились жить по этим текстам. А вот когда мы стали жить, то вдруг это все оказалось самой жизнью. То есть очень важен личный опыт. Близавстрим небесным, да. Потом, опять же, не скупясь, добавить сметаны. А вот сметаны. Да, если кто-то захочет. Вот та самая жирная масленица как раз. Вот она, мы ее видим прямо воочию. И никаким образом мы не добавляем сюда никакой сгущенки. Правда, все это абсолютно лишнее. Сгущенки бы еще. Или варенье. Это детская масла. Да. Каждый ребенок, наверное, сидит и сгущенку просит. Еще по возможности очень неплохо было бы добавить сюда немножко икры. Можно красный, можно щучий. В конце концов, даже икра селедки тоже прекрасно подойдет. Прошу вас. Спасибо. Я знаю, что многие хозяйки православные непременно молятся перед тем, как поставить тесто или опару. Перекрестят, да, благословляют тесто или опару. И потом в результате это все очень хорошо поднимается. Потому что вот любая хозяйка, на самом деле, она знает, что тесто это, ну, не просто какой-то простой продукт. Тесто, это оно живое. И поэтому действительно, во-первых, вот очень многие женщины, даже которые вообще не молятся, вот перед тем, как начинают они печь пироги, тем более, когда они соприкасаются с блинами, вот действительно, вот уже какой-то такой древний, именно такой праведный народный инстинкт, он говорит, что вот здесь вздохни. Ну вот, и вот здесь действительно такой вот глубокий вздох. Господи, помоги. И тогда действительно начинается это действие. И поэтому, вот в принципе, ты всегда вот приходишь, и ты чувствуешь, да, вот у этой хозяйки есть талант к блинам и вообще к тесту. Спасибо, Григорий, подтвердите. Вообще каждое дело, которое он начинает, старается начать с молитвы. Господи, благослови. Можно прочитать молитву Царю Небесный. Можно от себя какими-то словами помолиться. И действительно дело спорится, совершенно по-другому проходит. Вот. И когда мы сделали это дело, то стоит поблагодарить Бога за то, что у нас получилось, осуществить то, что мы наметили. Вот. И тем более готовка для хозяйки, это одно из самых важных дел. Хочется, чтобы всем понравилось, чтобы все похвалили, чтобы все было довольны. Но тогда, тем более, начать нужно с молитвы. То есть мы должны к тому рецепту, который нам Антон озвучил, еще непременно присвокупить Царю Небесный, как вот предначинательную, да, молитву, которая у нас должна сопровождать. Это искусство. Это искусство искусств. И мало того, здесь вот малейшая интонация движения руки, и результат может быть совершенно другим. Как говорится, где просто там ангела стоят. Люди вот иногда такие пессимистичные, все не устраивают. Ну все тяжело, плохо, трудно живут. А ведь все-таки, вот можно сказать, Господи, помилуй, благослови. И уже все, заиграла другими красками. И даже если блин подгорит, не страшно, следующий получится. Понимаете? Вот эту радость надо в сердце. И масленица для этого и есть. Поделиться радостью, поделиться с теми, кто нуждается. Вот тогда твое сердце наполнится действительно и любовью, и ты будешь счастливый человек. Друзья, просто прекрасно. Мы всем желаем правильного масленичного настроения, радости, чистосердечия, милости, милосты на эту масленичную неделю. А у нас в студии программа «Реакция» сейчас наши замечательные гости Вика Цыганова продолжат масленичное настроение, поделятся им со всеми вами. Мы вас сейчас всех зарядим правильным настроем на эту неделю. Радости вам всем, любви, мира и счастья. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова